Добрый вечер, Гомель! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Друзья, о фотографии не только. Я предлагаю поговорить сегодня вечером. Ну а в нашу студию ко мне в гости пришли замечательные люди, специалисты, которые знают о фотографии все и даже чуть больше. С огромным удовольствием спешу их представить. Фотограф, член Союза фотографов Беларуси Вячеслав Бахметов. Добрый вечер. Добрый вечер. Научный сотрудник Музея истории печати и фотографии города Гомеля Ирина Яговдик. Здравствуйте, рад видеть вас у нас в гостях. И Юлия Купреева, директор Музея истории города Гомеля. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Ну а чуть позже к нам еще присоединится наш гость из Молдовы, известный фотограф из города Кишинев Дан Гуцу. Кстати, его выставка, его персональная фотовыставка в эти дни проходит в нашем городе. Так что, как говорится, спешите видеть. Друзья мои, Юлия, а кстати, как в нашем городе, в Музее истории печати и фотографии отмечают Всемирный день фотографии? Расскажите. Ну вы знаете, каждый день работы Музея печати и фотографии, он посвящен вообще фотографии, да? Мы каждый день... То есть для вас каждый день праздник? Да, абсолютно. Мы каждый день общаемся с фотографами, да? Мы работаем над какими-то проектами, фотопроектами, либо мероприятиями, либо мастер-классами. Мы общаемся с людьми, которые к нам фонды приносят фотографии или предметы. Ведь когда-то фотоделом увлекались огромное количество людей, и сегодня мы активно очень принимаем эти предметы в наши фонды. Ну и, конечно, мы вот вчера как раз-таки в день фотографии объявили о том, что у нас в сентябре состоится супер-классный мастер-класс по пленочной фотографии. Ну впереди у нас час для того, чтобы обсудить все и даже чуть больше узнать детали и подробности. Кстати, о чем сегодня можно узнать в Музее истории печати и фотографии? О чем рассказывают ваши стенды, ваши экспозиции? Ой, вы знаете, у нас довольно, с одной стороны, миниатюрный, но с другой стороны, довольно объемный. Почему? Потому что там представлены и постоянные экспозиции, и выставочные залы. В постоянных экспозициях у нас можно познакомиться с историей фотографии вообще и историей фотографии в Гомеле. Там и представлены и павильонные фотоаппараты, и советского периода, всевозможные заводы представлены у нас, фототехника. Очень много фотоувеличителей, всевозможные приспособления для изготовления и вообще для процесса фотографирования, изготовления потом фотографии. Огромное количество фотографий самих как таковых, да, от начала 20 века до, ну, современности, наверное, пока нет. Единственное, что мы их демонстрируем, как правило, в выставочных залах. Ну и, конечно, у нас еще есть постоянная экспозиция, которая посвящена теме печатных СМИ Гомельщины. Поэтому у нас всегда очень насыщенно и всегда что-то обновляется, всегда что-то новенькое. Вот мне понравилось, что вы сакцентировали внимание, что современной техники не представлено, только то, что уже, скажем так, с печатью ретро. Но технологии развиваются настолько быстро, что еще вчера те же самые фотографии фотоаппарата Кодек и Полароид были. Да-да-да, обыденностью какой-то, да? Ну, у некоторых это, ну, каким-то шиком в руках, если у тебя фотоаппарат Кодек, ты крут. Ну, а сейчас это уже музейный экспонат. Ну, сегодня к нам в гости вы тоже пришли не с пустыми руками, а просто часть экспозиции перенесли к нам в студию программы «Добрый вечер». Ирина, расскажите немного, что это за экспонаты, потому что я единственное там узнал фотоаппарат смена 8М, у меня был точно такой же. Ну, я начну, наверное, так кратенько про «Зенит», что это первый зеркальный малоформатный фотоаппарат. Отдельно хочу обратить внимание на фотоаппарат «ФЭД». Вот «ФЭД», вот «ФЭД-стерео». В чем уникальность? В том, что по проекту эти фотоаппараты были созданы воспитанниками трудовой коммуны Харьковской, которую возглавлял Антон Макаренко, который работал с трудными подростками. То есть бывшие трудные подростки, они создавали такие «ФЭДы». И к 1935 году уже было 10 тысяч, и качество было отменное. Они, легенды, ходили по всему миру за устойчивость и сам процесс. Но, так как «ФЭД», они были очень дорогие в использовании, поэтому на смену «ФЭДам» пришли «Смена». И так их и называли «Смена». По поводу «ФЭД-стерео», такое вот маленькое отступление, почему они были уникальны? Потому что благодаря таким фотоаппаратам можно было создавать и видеть объемную картинку. Ну, это уже прогресс, учитывая, что в то время не было 3D-моделирования. И дельное внимание фотоаппарата «Чайка», который был назван в честь Валентины Терешковой, которая была первой женщиной-коспонавт, и у нее был позывной «Чайка». Так что приходите к нам в музей, мы вам покажем все наши экспозиции, экспонаты, и вам очень понравится, вы останетесь очень довольны, поверьте. Отлично, так что ждем всех в гости, но не этим вечером. Можно приходить, например, уже завтра и на ближайшие выходные. Скажите, а с чего вообще начинается история фотографий в Гомеле? Ну, вы знаете, такого понятия, как именно в городе Гомеле, вам никто не скажет точного. Но у нас есть... Я к тому, что есть ли музей истории и печати, и фотографии города Гомеля. Значит, что-то же должно было стать тем основополагающим, что первое фотоателье, первый фотограф, первое фотоартелье. Первое фотоателье, которое у нас есть подтверждение. Я, кстати, вам отдала вот эту фотокарточку Гоффмана в 1878 году. Но она у нас есть в фондах, в музее истории города Гомеля, но не факт, что есть, возможно, есть еще ранее фотокарточки. Но в данный период мы можем подтверждать, что именно с 1878 года Гоффмана первое фотоателье в городе Гомеле. Вообще, по Беларуси, первое вот такое белорусское фотоателье, это было в Минске в 1850 году. Был такой Антон Прушинский, и вот он создал фотоателье, и впервые сфотографировал свою мать. Вот такие вот первые упоминания. Раз мы уже заговорили про историю, я знаю, что в вашем музее есть один очень уникальный снимок. Я сейчас попрошу нашего режиссера показать этот снимок нашим зрителям. Есть ли у меня верная информация? Был он сделан примерно в 1903 году. Снимок на самом деле уникальный и просто потрясающий. С первого раза можно и не поверить, что это реально сделанный снимок без фотошопа и монтажа. Расскажите немного историю этой фотографии. Вообще, эта фотография считается уникальной, потому что для начала 20 века это первое групповое уникальное фото. Были построены специальные леса, на которых были уставлены солдаты. Был фотоаппарат. Опять-таки, это говорится по легенде, что фотоаппарат объективом больше метров в диаметре был. И фотографировали на протяжении всего дня. Далее все это монтировалось. Но реставраторы почти не могут найти мест клевания. Ни одного обрезанного лица. Послушайте, ну для того даже, чтобы сделать, скажем так, площадку для этой фотографии, ну это же целый концертный зал. Да, абсолютно верно. Нужно соорудить. Да, потому что командир полка уходил в отставку, и вот тысяча людей, грубо говоря. Конечно, да, огромное количество людей. И вышка была построена в три этажа, на которые была приподнята фотоаппарат. Ну и далее, когда фотографировали. Вячеслав, к вам вопрос. Вот если рассмотреть техническую сторону, ну учитывая то время, 1903 год, наличие, скажем так, доступной фототехники, сколько техники и какой требуют? Ирина уже сказала, что объектив больше метра. Действительно такие были? Да, конечно, да, объективы такие были. И даже использовались немножко там и... Ну, допустим, для специально этой фотографии это было под заказ сделано. Ну, потому что сделать такой фотоаппарат, это большие деньги. И соорудить его... Ну, то есть он-то, конечно, был деревянным, да, объектив для него специально изготовили, фотоаппарат был большой. Я думаю, что тут не было склеек. Я не знаю, допустим, я, насколько изучал склейки, мне кажется, это сделано одним кадром. Да, да, да. Ну, информация некоторая тоже не подтверждена. Потому что для того, чтобы создать такой фотоаппарат и такой объектив, то есть это для одного кадра. Допустим, я сколько читал и смотрел, да, это такой, он где-то метра три такой фотоаппарат. Да, то есть они есть, это же есть такие картинки этих фотокамер. Ну, это, я так понимаю, что это был, кто там, начальник полка этого, кто там, да, командир полка. И он своим при уходе на пенсию, и он решил сделать подарок своим солдатам. Вот, скажите, а сохранилась ли информация, сколько времени длилась эта фотосессия? Конечно, да. Ну, там, наверное, делали пробные какие-то вещи, да? Я могу рассказать просто, да. Когда к нам гомельчанин принес, показал эту фотографию, ну, во-первых, у нас первое, действительно, это был шок, как это возможно, да? Потом фотографы приходили, тоже не верили, что это сохранилось, да? Один из солдат рассказывал своему внуку, а внук к нам в музей принес эту фотографию, рассказал, что очень долго они сооружали это все. Целый день занял процесс фотографирования, и когда сфотографировали, как бы момент фотографирования, это было очень быстро. Но процесс подготовки был очень-очень длительным, целый день все это заняло. Так что... Продолжая рассматривать исторические вехи в фотоискусстве в нашем городе, я не могу обойти вниманием фотоклуб Полесья. Да. И этому клубу тоже посвящен целый стенд в вашем музее. Расскажите немного подробнее. Давайте нашим зрителям напомним о том, что... Ну, вообще, хотелось бы сказать, что в Гомеле фотоотдело, оно всегда было очень развитым, да? Мы, наверное, те, кто интересуется историей, еще помнят хорошо, что и видят, и сегодня это используется. Даже начало 20 века изображения, да, они до сих пор повторяются в открытках и так далее. Виды Гомеля, как раз-таки, когда-то это были фотооткрытки, а сегодня это уже как бы такие документы, по которым мы изучаем, как выглядел Гомель в то время. Если до, скажем так, революционные времена довольно активно было, очень много фотоотелье, и Левите, и Левинман, и Ваксман, и так далее, очень много, и очень качественные были, да, работы, то уже известно, что до войны, скажем так, несколько было фотоелье. После войны вообще в районе рынка было такое фотоотелье из брезента сделано, да? Но зато где-то в 60-80-е годы существовал первое в республике портретное ателье, где и портреты известных советских артистов печатали и так далее. Что касается фотоклуба Полеси, он известен в истории фотодела Беларуси, да, во всех аналах это прописано, он существовал в 70-80-х годах, и даже в 84-86 году при фотоклубе Полеси существовал народный университет. Если изначально этот фотоклуб, он существовал как городской, то вот когда уже там появился при фотоклубе университет целый, то очень многие фотографы из всей области съезжались туда на занятия, и он вел очень активную работу, было много фотовыставок, да, у нас хранятся в фондах и пригласительные, и есть фотографии, которые имеют печать фотоклуб Полеси. Вот последний руководитель был Лев Тарнопольский, он был очень активный, и очень многие участники фотоклуба нам говорят, что вот Лева все организовывал, вот каждый раз мы слышим, что вот Лева, Лева Тарнопольский. И хочется обратиться к всем участникам этого фотоклуба, мы сейчас готовим проект выставочный, посвященный фотоклубу Полесье. Да, услышала эту информацию, хотелось бы подробнее тоже узнать. Вот буквально и сегодня мы разговаривали с Константином Ивановичем Антоненко, который был участником этого фотоклуба. Я думаю, что мы как можно больше соберем людей, которые входили в его состав, и покажем разных периодов фотографии, которые участвовали в выставках. То бишь наша задача будет показать историю фотоклуба и показать работу тех фотографов, которые были в составе этого фотоклуба. Ну, как бы пока мы будем готовить, это довольно длительный процесс, я думаю, он займет несколько месяцев, и будет очень значимым событием не только для Гомеля, для Белоруссии, и даже, наверное, вообще для истории фотографии. Приглашайте программу «Добрый вечер Гомеля», лучше к нам в гости приходите, расскажите, как это было, но мы с удовольствием посетим это событие, которое, я считаю, должно стать, тоже войти в историю нашего города. Конечно. Друзья, мы продолжаем, и далее, этим добрым вечером вы узнаете, что такое амбротип и как он выглядит. Увидите историю в фотографиях, как менялся наш город, ну, а также с нами на связь, но чуть позже выйдет фотограф из Молдовы, Дан Гуцу, выставка которого, напомню, Молдова, город и люди, сейчас проходят в стенах музеи истории печати и фотографии, так что спешите видеть. Мы же с вами встретимся буквально через мгновение. Ну, сегодня мы не представляем нашу жизнь без фотографий. Они окружают нас сплошь и рядом, ну, сделать фото сегодня это элементарная задача для современного человека, но так было не всегда. Когда-то были такие времена, что фотография стоила сама по себе очень недешево, ну, и к этому процессу готовились, наверное, как современные модели к фотосессии. Кстати, а вот, Вячеслав, а что раньше, ну, скажем так, модно было фотографировать? Ну, я думаю, что... В эпоху фотоателье, когда о камерах на белых телефонов никто еще не помышлял. Самое, наверное, да, это, конечно, портрет. То есть самое модное, потому что фотография в те времена, это была семейная реликвия. То есть изначально, то есть это для портрета, для портретирования. Ну, конечно, потому что, как бы, художники изображали пейзаж, и, да, и, естественно, это искусство древнее, чем фотография, да. Ну, фотография изначально, когда вот она, ее изобрели, то есть ее внимание в основном на портреты, да. Ну, хотя, естественно, фотографировали все. Но портрет-то была самая основная, потому что в доме портрет – это как бы реликвия. Такое-то должно было быть, это считалось ценностью, да, поэтому фотографировали именно людей, да. Поэтому такие вот. И, как бы, изначально все эти портретные мастерские – это, вот видите, для людей. Да, вот вы принесли очень много фотографий. Давайте, наверное, вот такой небольшой экскурс проведем. Кто изображен на этих фотографиях? Откуда они попали к вам? Ирина, может, помогите тоже. У меня в руки просто… Это не мое, это чужое. В руки, да, это мне дали просто, я как вот его, да, везде показываю. Это чей-то семейный архив, они здесь все подписаны. В принципе, даже можно просто… Можно подержать? Да, пожалуйста. Прикоснуться к истории. Конечно, да. Они, смотрите, как в прекрасном качестве, да. То есть это сделано 100 лет, больше 100 лет назад фотографии. Да, вот это, наверное, самое старое. Это альбуминовая печать, да, то есть еще не желатина серебряная. 1850, серьезно? Да, да, смотрите, даже написано, кто это. Это там бабушка чья-то там, да, то есть это… Дашанова Елизавета Васильевна. То есть это надо целое, наверное, какое-нибудь журналистское расследование провести, да. И может быть даже из потомки или кто-то. И тут даже… Тут даже расписано. Кто-то очень тщательно взял, да, аккуратненько все подписал. Ну, то, что я еще говорила вам, помните, про фотографию, то, что фото Лея Гофмана, вот. Да, давайте я ее покажу. Это 2008 год и из таких более уже современных. А расскажите подробнее эту фотографию. Студия называлась «Фотоартель», наверное. Да, да, да. «Юниверсал»? Город Гомель. Вот, да, в городе Гомель. Откуда она у вас? У нас есть наш постоянный сдачник Ласица, он перенес нам эту фотографию, вот, к нам в фонды. Мы им очень благодарны. Это тоже у нас новый постоянный сдачник Коноплева Вера Алексеевна, которая принесла фотографию, это ее семья, 1920 год, в пченках, вот. Тоже обратите внимание, как приклеено, да, на обычную картоночку, но все-таки качество очень хорошее осталось в самой фотографии. А вот в чем, скажем так, на сегодняшний момент ценность и уникальность именно вот этих вот старинных фотографий? Понимаете, все-таки в то время, да, особенно во время выдержки фотографий, это было намного дольше, чем сейчас. Мы сфотографировали за секунду, получили 300 кадров. Так это мы, опять-таки, очень долгое время готовились. Выбирали определенные позы и какие-то определенные события. Поэтому они были ценные, что этот кадр, у них, как правильно говорить, семейная ценность. И, опять же, хочу отметить, почему в то время чаще всего фотографировали все-таки пейзажи городские и природу. Потому что время выдержки, когда было очень большое, то есть особо ты людей не сфотографируешь, особенно в движении. Поэтому тоже было распространено именно вот пейзажи. А потом уже со временем, когда сократились, тогда уже появилась именно как портретная съемка. Я бы, наверное, тоже еще хотела сказать, ценность, знаете, в чем? В том, что это источник, да? Мы сегодня, для нас источник, это документы, фотографии. Мы можем по этим фотографиям посмотреть и изучить, как люди одевались, да? Среди времени, конечно, да. Какие у них были прически, какой у них был образ жизни. Вы рассказывайте, а я пока показываю. Это очень ценный источник, правда? Мы можем посмотреть, что было, как сейчас говорят, в тренде, да? Да, совершенно верно. Как одевались девушки, какими франтами были мужчины. Иногда посмотришь старинные фотографии, современные показы мод или какие-то новые каталоги. Да, да. Вот еще, с вашего позволения, одну покажу. Да, конечно, да. И понимаешь, что новое – это хорошо забытое, старое. Забытое, старое, да. Слушайте, а вот… И опять-таки, да, знаешь, Саша, я еще хотела сказать, что мы очень внимательно можно рассматривать лицо. И очень многие обращают внимание на то, что выражение глаз совершенно другое, да? Наверное, мысли у людей были совершенно другие. Вот это тоже очень важные цены. И раньше эмоции были за кадром. Сейчас АГГ, селфи, да, улыбаемся. Да, конечно, конечно. Да, это было очень выдержано. А почему раньше люди, ну, скажем так, на фотосессиях, если можно так назвать, на фотографиях меньше выражали свои эмоции, старались показать свою серьезность? А представьте, вот даже минуты, как тяжело улыбаться, мышцы-то будут дергаться, а это минуты уже потом было, а раньше еще больше по времени выдержки. То есть, скорее всего, из-за этого момента уже пошла у них более такая серьезная съемка. Да, Вячеслав? Эти фотографии, это не минуты, это экспозиции в несколько секунд, потому что здесь это уже более современная фотография. Здесь это желатино-серебряная, лимоно-серебряная. Вот на тех фотографиях, да, на догоротипе, на амбротипе, там, да, там выдержки могли и минута быть, и больше. К ним мы еще вернемся, потому что это крайне интересный процесс, который заслуживает отдельного внимания. Послушайте, а ведь помещение, в котором сегодня располагается музей истории печати и фотографии, тоже располагается в очень знаковом месте, в очень знаковом помещении. Раньше там был один из крупнейших фотосалонов нашего города. Да, там с 50-х годов существовало фотоателье, и уже, знаете, наш музей фотографий был открыт еще в 2015 году, а к нам до сих пор приходят люди и говорят, а можно ли сделать фотографии? То бишь это уже такое чувство, что на генном уровне люди уже знают, что здесь можно сделать фотографию. Мы мечтаем о том, чтобы у нас появилось оборудование, чтобы мы предлагали такую услугу, но я надеюсь, может быть, когда-то это случится. Но мы говорим, что вот можно сегодня фотографии сделать там-то, там-то, а сюда вы можете прийти и посмотреть, какие фотографии делали раньше, предметы посмотрите. И, кстати, еще раз хочется обратиться к горожанам. Принесите к нам фонды фотографий, которые были сделаны в этом фотоателье на коммунаров. Мы сделаем экспозицию, мы собираем сейчас потихонечку, но у нас пока не так много этих работ. Было бы очень, мне кажется, интересно гомельчанам посмотреть те фото работы, которые были сделаны в этом фотоателье. Все-таки, наверное, стоит задуматься над тем, чтобы возродить, скажем так, в одной из экспозиций музея действующий фотосалон. Если человек придет, ему, наверное, будет приятно и музей посмотреть, и еще фотографию на документы получить. Будем рады, если у нас появится меценат, и нам поможет с этим. На ваш взгляд, в чем отличие и особенности фотографии той эпохи? И, как бы это точнее сказать, например, в что утратили современные фотографии, но осталось вот в фотографиях той поры? Ой, вы знаете, просто фотография, мне кажется, без нее сейчас жизнь даже неприемлема и невозможна. Да, она настолько сопровождает все на свете. Поэтому, если раньше в основном это было фотоискусство, да, фотографировали профессионалы, то сегодня может каждый себя почувствовать фотографом, да. И отсюда, опять-таки, сами фотографы есть те, которые, ну, например, начинают снимать, 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 а потом им хочется развиваться, да. И они, опять-таки, окунаются в эту историю, в это искусство, да, и становятся фотографами. Поэтому, скажем так, это, опять-таки, и документ, и искусство, и часть жизни уже сегодня. Ну, наверное, вот, ну, документом и фотография вообще всегда являлась, наверное, от самого своего зарождения до сегодняшнего дня. Но функций очень много вообще у фотографии. Хотелось бы поговорить еще о таком явлении, как амбрутип. Я знаю, периодически в вашем музее вы устраиваете и мастер-классы, и прямо фотоэксперименты, возрождая это искусство. Вот. Это такое волшебство было, вы не представляете. Это волшебство. Перед этой встречей, перед этим вечером, я специально изучил этот вопрос в интернете, но... Запутался, запутался, скорее всего, давно. Впечатлило то, что известно это с 1852 года. Было открыт мокроколделанный процесс. Да. Был открыт мокроколделанный процесс Скоттом Арчером. Значит, но это не первая фотография, которая первая фотография была сделана Непсом в 1826 году. Потом, ну, были эксперименты, да, и вот уже Арчером, значит, была сделана фотография, ну, я так понимаю, и рассказываю, да? Конечно, конечно. Значит, вот что собой представляет амбротип. То есть, это на стеклянной пластинке, оно негативное изображение, то есть, это негатив, негатив. То есть, если его приложить на... в темную, как это показать мне правильно, да? Давайте я вам помогу. Да, да, да. То есть, прикладываешь на темный фон. Вот, это получается негатив. Да, да. Если мы... Ну, прямо фотомагия какая-то. Это уже портрет, да, это уже портрет, уже, то есть, готовый отпечаток. Слушайте, а использовать нужно только черный бархат или можно любую черную поверхность? Это можно красить, то есть, да, краситься лаком, там, темным, да. Это обычное стекло. Просто это самый черный цвет, самый черный тон бархат. Это обычное стекло. Это стеклянная пластинка обычная, да, стекло, но на него наносится эмульсия. Значит, колодионная такая колодия, раствор колодия с определенными солями, да. Потом она, это закладывается стеклянная пластинка в специальную серебряную ванну, где она отчисляется, значит, солями, нитратами серебра. То есть, определенный раствор нитрата серебра. Серебро проникает за определенное количество времени, проникает в эту эмульсию равномерно. Потом достается, протирается, ставится в фотоаппарат, вот в такой, в данный. То есть, это снято было именно на этот фотоаппарат. Экспонируется, достается, проявляется и закрепляется. Получается, тогда она должна потом высохнуть. То есть, на это максимум 10-15 минут, в зависимости от температуры воздуха, значит, и времени года, ну, и тому подобное. Значит, и получается вот такое вот изображение. Значит, это изображение, ну, интересно просто за счет того, что там... Я еще раз покажу. Потому что, если честно, я сам под впечатлением. Да, да. Там, значит, за счет того, что молекулы серебра, да, солей серебра, значит, они же очень маленькие, да, получается, да. Поэтому очень данное изображение, оно не имеет такой, как называют сейчас, такого зерна. И такой, то есть, оно очень мелкое зерно. Поэтому, вот, было показано, предъявлено обществу Скотта Марчером. Уже через два года, в 1854 году, значит, Джеймсом Каттингом был запатентован способ, как надо же сохранить его. Конечно. Потому что вот эта вот эмульсия, да, она царапается, в принципе. Ее покрывали лаком, ну, делали по-разному, допустим, да. Но он предложил залить это лаком и приклеить сверху вторую стеклянную пластинку. И таким образом получилось, ну, практически вечное изображение, если его не разбить. Туда не проникал воздух, лак высыхал. И он это запатентовал, назвал это амбротип. От слова, как бессмертный отпечаток. Амбрас бессмертный, значит, вечный. А тип, это отпечаток. Это с греческого. И настолько это, его это изобретение, оно повлияло, что он даже себе сделал такой, придумал себе этот самый, как это, прозвище? Или как это называется? Ник, как бы сейчас сказали. Нет, никнейм. Да, никнейм, ну, как это называется, да. Псевдоним. Псевдоним, да, правильно, спасибо. Псевдоним Амброус. И он всегда стал называться Амброус, да. И поэтому вот и пошло название амбротип. А вообще это как бы мокрокалдионный процесс придуман, да, сам по себе. А амбротип – это именно вид отпечатка. Вячеслав, вот расскажите честно, а сколько у вас времени ушло на то, чтобы изучить не только историю этого вопроса, амбротип, но и технологию? Ну, на самом деле, если есть учителя, учишься быстро. Главное желание. У меня было желание сделать, значит, сделать такую фотографию, очень сильную, да. И, ну, такой случай, да, что свел меня с человеком, его зовут Дмитрий Ас, это, он живет в Минске, это мой учитель, да, вот в данной технологии, да. И, значит, он когда увидел, какие у меня горящие глаза, он говорит, все, Слава, я тебе прилашу, я вижу, ты хочешь, я тебе научу. И я даже не знал, что вообще в Беларуси люди этим занимаются. Я думал, там, Москва, там, Питер, когда, ну, естественно, читаешь про это, что люди занимаются в мире, до сих пор этой технологии фотографируют, снимают, ну, говорят, порядка, там, двух тысяч человек, там, всего, да. В Беларуси порядка семи человек этим занимаются, да, то есть уже сейчас. Тоже мало. Ну, да, практически, да. У нас была выставка, когда мы проводили, нас было шестеро предъявлено, шестеро авторов, то есть мы в Минске, потом в Гомель привезли, в Гомель четырех. А почему так мало людей? Из-за того, что технология сложная, дорогая, вымирающий вид, как говорится, или... Ну, да, это только должно быть интересно людям, которые горят этим, правильно? То есть мне интересна эта технология, мне интересно, что это сделано руками, что это у нас в 150... Такие фотографии, они сохранились, они дошли вот в таком вот виде до нас, им по 150 лет. Есть даже амбротипы, которые снимали на полисе, на серном. То есть человек приезжал туда, ну, понимаете, что это такое? Это надо, кроме камеры, значит, надо куча оборудования, химикатов. Реактива, химикатов. Да, да, специально. Проявители, закрепители. Ну, да, да, в принципе, это все надо с собой, и надо темная комната, чтобы была, потому что надо делать это в темноте. И надо еще, чтобы теплые, чтобы реактивы не замерзли. Ну, там, наверное, какие-то присадочки такие есть для этого специально, чтобы они не замерзли. Да, то есть это не при минусовой температуре. Скажите, ну, а в современном мире, в 21 веке, где же достать такой вот фотоаппарат? Это сегодня их изготавливают? Это хендмейд или это то, что еще осталось тех... Это фотоаппарат Харьковского завода, он так и называется ФКД, он, по-моему, года 72-го производства. То есть это старый фотоаппарат, практически такой вот, он там весь шатается, он у меня... Да, но тем не менее он позволяет фотографировать, делать такие вот фотографии, поэтому я его использую. Есть современные, есть, которые делают сейчас новые такие фотоаппараты, значит, они и дорого стоят, да, то есть и они, ну, качественные, с ними приятно, конечно, работать, потому что там, где ничего не шатается, да, ты получаешь и, на самом деле, фотокамеру хорошую. То есть форматами камеры сейчас очень много фотографируют в мире, то есть и в России, ну, в Беларуси тоже, да, то есть этот фотоаппарат универсальный. Здесь не только на стекло можно фотографировать, и на пленку, и на фотобумагу, и на фотопластинку то же самое, да, то есть это, пожалуйста, то есть это универсальное средство. Давайте завершим с амбротипом. С амбротипом. С амбротипом. Юлия, Ирина, насколько мне известно, то вам посчастливилось также побывать в роли моделей именно на фотосессиях такого формата. Да. Рассказывайте, какие впечатления, что больше всего запомнилось и, что немаловажно, что больше всего утомило? Больше всего было волнение, причем, я так понимаю, не только вот у меня, а у ребят, которые фотографировали, когда мы менялись местами, открывается, когда объектив, вся 15 секунд. Ну, не разрешалось, например, моргать, нельзя было двигать зрячками, потому что в данном изображении ты будешь слепым. И это вот ощущение, чтобы не накосячить, потому что понимая, что потом будет потрачено время людьми, опять же, это дорогостоящий процесс и очень волнуешься, потому что, когда они садились на мое же место, понимали, как это было волнительно. Неописуемое ощущение. Прошло больше года, это, наверное, одно из самых ярких впечатлений за этот год, который я рассказываю всем посетителям, говорю, что приходите и вы не пожалеете таким мастер-классом, это стоит того. Это отпечаток на всю жизнь. Уникально. У каждой есть теперь в своем архиве вот такой портрет. У меня на фейсбуке, на аватарке, как раз-таки портрет, сделанный на этом мастер-классе. Но, конечно, вы знаете, несколько часов пролетели, как несколько минут. Это такое волшебство, когда... Несколько часов ради одного снимка. Ну, вообще, там было, ну, сделано было несколько снимков, 4, наверное, или 6. Ну, подготовка, во-первых, пока мы присаживались. Да, когда присаживались, когда мы смотрели, как это, как модель там сидит, смотришь в эту камеру, а они там вверх ногами. То бишь, фотограф должен, как бы, сам почувствовать, понять, да, выстроить эту экспозицию. Но для меня самым сложным было это, когда свет в глаза, я там, мне кажется, слезы, просто очень сложно выдержать вот этот свет. Надо, чтобы было больше много света. Очень много света. Больше света, чем в нашей студии. Можешь себе представить, тебе прожектор в глаза светит, и надо выдержать с открытыми глазами. Это было самое сложное. Но все равно это было такое волшебство, когда понимаешь, что туда наливают какой-то раствор, там изображение исчезает, появляется, потом снова исчезает, потом снова появляется, потом уже это закрепляется, и вот у тебя фотография. То бишь, это целый такой процесс. Ну, это как, да, это действительно неописуемое просто впечатление. Давайте немножко, да, это самое. Дело в том, что свет, в зависимости от, какая должна быть экспозиция. То есть, если больше света, экспозиция будет короткая, да, человек не будет дергаться, будет сидеть, почему? Моргать можно, кстати, было, да. Да, то есть, нормально. Длительная экспозиция в данной вот фотографии, в ней есть и минус, и плюс. Значит, на самом деле, получается, за счет того, что где-то какие-то микросдвиги, она получается как бы живая, понимаете? И в этом тоже плюс этой техники, за счет того, что низкая чувствительность, и делаешь длительную экспозицию до минуты, там, да, минуты, то есть, даже есть такие фотографии, она ощущение какой-то художественности, понимаете? То есть, она какая-то живая, и даже если где-то что-то, вот, какая-то, эти подвижки, они, наоборот, дают плюс данной технике, понимаете? Поэтому, ну, и, как бы, в принципе, сам процесс минут 10, ну, надо же посадить модель в любой, в принципе, когда делаешь портрет, вам любой фотограф скажет, что это, ну, час надо заниматься человеком. Для того, чтобы сделать вот такие портреты, это не то, что сейчас на телефон сграфировался. На самом деле, это, ну, рука мастера, понимаете? Поэтому у них и были мастерские, и они умели это делать. Так посадить человека, настроить, поставить взгляд, руки, здесь, здесь все имеет вообще значение. Все, как лежат руки, как это, потому что, ну, во-первых, это такие вещи, которые о многом говорят, понимаете, да, вот, как держит человек. Вы рассказывайте, я пока не могу еще продемонстрировать. Поза, движение, взгляд в сторону. Это, на самом деле, делали мастера. Ну, и делали же, наверное, всего лишь один дубль был, без права, как говорится, на ошибку. Ну, может, и парочку делали, в принципе. Или, если клиент богатый, можно было сделать. Да, 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 вот, допустим, как здесь, посмотрите, сколько медалей. Это пересечет до Одессы, улица Лонжеронная и какая, Гаванная там, да, я даже не вижу. Там столько медалей на этих стоят, в выставках всевозможных участков. Угол Гаванной и Лонжеронной, да. Да, Одесса, понимаете? То есть это, ну, серьезная была такая мастерская. Картинки, как говорится, с историей. И да, им 150 лет, и как они, насколько качественно, видишь даже, какие глаза, и, ну, четкость какая. Хотя размер, видите, какой. Вот, вы знаете, у меня к вам следующий вопрос. Ну, опять-таки, возвращаясь и напоминаю, что век высоких технологий. Сейчас вот просто берешь фотоаппарат так, раз, и все, фотография готова со множеством фильтров. Но вы же сторонник того, чтобы, ну, вот, этот метод фотографий, пленочный метод, все это нужно проявлять. Где-то нужно взять фото-бачок. Ладно, в музее истории печати и фотографии я видел бачки для проявки фотопленки. Где берете реактивы? Реактивы, это же... Проявители, закрепители, я знаю, есть еще порошочки, которые называются вираж, по-моему. Виражи, да. Да, тонеры, виражи. Ну, во-первых, послушайте, ну, здесь сейчас у нас не продается, но продается там, в той же Европе и где угодно. Сейчас, с учетом того, что у нас есть Алиэкспресс и там все эти, да... Да ладно, серьезно? Да, это все можно купить, да. Это первое. Ну, а второе, любой раствор, любой порошок, это состав химикатов. То есть надо, мы изучали в школе химию, если немножко напрячь, как говорится, голову, то всего это можно сделать и намешать самому. И практически это все продается. Даже продается у нас здесь, в Гомеле. То есть это несложно, да. Есть какие-то сделать, но надо немножко как бы этим заняться. Да. Ну, конечно, это стоит каких-то денег, да, чем просто старофировал на телефон. Это понятно. Для чего это, допустим? Ну, мне, во-первых, прежде всего это интересно. Во-вторых, как бы для меня это техника... Ну, во-первых, я люблю все, что сделано руками. Мне кажется, все-таки это что-то более такое, скажем так, настоящее. В-третьих, я могу дальше рассказать, почему я принес даже там, допустим, работы. Для меня фотография... Да, вот я жду, когда же ход дойдет до этих фотографий. Прежде всего для меня фотография, это, значит, не просто снято изображение, которое где-то в виртуальном мире хранится, в телефоне, там, да, на гугл-диске, там, в компьютере и тому подобное. А потом это еще теряется и еще не остается. Для меня это абсолютно не имеет никакого значения, понимаете. Хотя цифровой фотографией тоже, как бы, я занимаюсь, пользуюсь, да. Цифровая фотография, прежде всего, это ты делаешь срез времени, то есть как этот решающий момент, как сказал Андрей Картий-Брессон. Кстати, вы сейчас продолжите рассказ про срез времени, а я попрошу показать, есть у нас блок фотографий, который также был подготовлен с помощью Музея истории печати и фотографий, каким наш город был в разные годы. Кстати, вот это помещение, то фотоателье, где сейчас располагается ваш музей. Дальше у нас проспект Октября. Да, обратите внимание, это совершенно... Улица Советская, 70-е годы. О, вот и наша телерадиокомпания видна. Да, телерадиокомпания. Парк, в одно время было тоже популярно фотографироваться. Волотова, это 67-й год. Это там, где мы сейчас загораем. Да, вот, обратите внимание, как сегодня вы... Какая прелесть! Это даже не сегодня, это чуть раньше, несколько лет назад. Кстати, это все... Улица Быховская, сейчас следующий будет. Это автор Анатолий Рудченко, наш городский фотограф. Как изменилось. Посмотрите, это настолько быстро все меняется. 76-й год, это одни из первых... Это какой-то праздник. Да, одни из первых таких этнографических... 2013-й год, посмотрите, совершенно уже все по-другому, да? Да, да. Первый троллейбус. Привокзальная площадь, да. 72-й год. Вот так выглядела при вокзальной площади первые троллейбусы. Вот так выглядели. Друзья, это не фотографии, это просто машина времени. Давайте продолжим и на студии. Очередь дошла вот до этих фотографий. Ну, я просто, ну, к чему хотелось подвести, к тому, что для меня, вот, допустим, фотографии, почему я этим занимаюсь, это не просто какое-то изображение, которое вот виртуальное, и там, да, вот ты... А все-таки это отпечаток. Это то, что должно быть напечатано, должно висеть, скажем так, на стене, то есть это или портрет, или пизо, то это должна быть какая-то картинка. Поэтому для меня, как бы, вот, вот важно вот это. Поэтому для меня вот эти фотографии очень интересны, да, и в том числе вот и эмбротипи, да. Дело в том, что при развитии фотографий, люди, когда делали фотографию, ну, и потом же надо было как-то им напечатать их. То есть одно дело сфотографировать, другое дело отдать людям какие-то копии, печать. То есть вот эта фотография практически была придумана для того, чтобы, так как это негатив, для того, чтобы напечатать с нее дальше на бумагу. Поэтому, как бы, и дальше развивалось. То есть это стекло располагали на фотобумаге? Ну, фотобумаги тогда не было, ее начали потом изготавливать. Значит, дело в том, что, как бы, в 1842 году астроном, по-моему, очень видный ученый Джон Гершель, как это открыл свойства железа, светочительность солей железа, значит, при, значит, ценотипе, так называемой, да. То есть сочетание определенных солей, делается раствор, намазывается, и потом, значит, с помощью копии. То есть вы в руках держите тоже фотографию, сделанную каким-то интересным способом. Да, интересным способом, да. Ну, как бы, те, кто, допустим, был студентом еще в советское время, да, они делали так называемые синьки. Попросили показать. Да, пожалуйста, посмотрите, да. То есть, ну, это... Синенькую покажите. Да, вот такая, более яркая. Так, ну, эту башню знают все гомельчане, гости нашего города. Что же изображено здесь? Здесь тоже парк. Да, это парк, да, лестница парка. Это вот... И все-таки давайте продолжим, как же это работает? Ну, это все очень просто, да. Есть определенный состав, делаешь растворы солей металла, да. Это, допустим, лимоно-аммиачное железо и красная кровяная соль. Смешиваешь в определенной пропорции, намазываешь, потом через негатив светишь или на солнце выставляешь, и потом промываешь водой. Самый простой такой вот был способ печатания фотографий, картинок, чего угодно. У меня вопрос по этому снимку. Это какой период времени? Ой, это было года-нравда, 4 назад. Это видно на Ильинскую церковь. Послушайте, а как был сделан этот снимок? Этот снимок был сделан на цифровой фотоаппарат. Я понимаю, меня интересует ракурс. Куда забрался Вячеслав? Куда забрался фотограф? Это с последнего этажа Института леса. Я попросил знакомого меня туда пустить, меня туда провели, разрешили. Да, я сделал такой вот снимок. Потому что в сегодняшнее время я бы сказал, что это квадрокоптер летал. Нет, это было снято просто со здания. Такой вот вид был. И еще один снимок, который у нас здесь находится, и до которого мы так и не добрались, он сделан на металлической пластине. Да, да, да. Это, значит, это алюминиевая пластинка, да. Это одна из разновидностей вот такой же техники, да. Только это не обратив, а тинтайп. Просто здесь на металлическую пластинку, она уже черненая сразу, наносится слой, и при этом уже получается все. С ней уже нельзя сделать никакую ни копию, ни ничего. Вот она такая есть. Но зато прекрасная память. Не сгореть, не помнется, не порвется. Я считаю, что да. Ну, опять-таки, она не покрыта лаком, да. Еще покрыть ее надо минералить. Известно что-то о человеке, который изображен на этой фотографии? Я думаю, да. Мы узнаваем, да. Ну, это вот как раз-таки вот мой учитель, да, который вот Дмитрий Аз, он сделал эту фотографию. У меня это как раз было на мастер-классе, когда я был, я учился вот этой технике, да. И получил ты уже себе такой портрет. Два года назад, да. Видите, какая у нее фотокамера. Смотрите, какая она. То есть это еще больший диаметр, там, размер фотографии, да, и объективно. Ну, хотя это, кстати, советская камера. Кстати, фотографии, которые вот, то, что мы совершили небольшую экскурсию по временам, каким был наш город. Насколько эти фотографии часто выставляются, скажем так, на всеобщее обозрение? Вообще, скажем так, вот эти фотографии, это их премьера была. Можно сказать, они только вводятся в научный оборот, потому что они совершенно недавно только попали к нам в фонды. Мы, одна из наших, скажем так, сфер деятельности или направлений деятельности музея, это фондовая, научно-фондовая работа, да. Да, очень большое время мы уделяем общению с людьми, которые нам приносят предметы, с творческими людьми. Вот сейчас мы с вами посмотрели фотографии Анатолия Рученко. Мы с ним очень часто сейчас встречаемся, очень много он нам передает в фонды, ну, пока цифровые копии фотографий, да. Но это, я говорю, боже мой, нам так повезло, это вот просто человек энциклопедии, он работал во многих СМИ города Гомеля, в республиканских СМИ. Он запечатлел вот развитие, этапы развития города Гомеля, и это наша работа такая трепетная. И мы понимаем, что, вы знаете, как я говорю, что мы какие-то такие проводники, наверное, между прошлым и будущим. И ты понимаешь, что вот сегодня, еще пока никто не видел эти предметы, да, а ты понимаешь, что настолько важно и ценно оставить в фондах потом, чтобы их показать в выставках, в каких-то каталогах, альбомах. Наша основная работа, это, конечно, работа с, слава богу, спасибо огромное всем гомельчанам, гостям города, которые нам дарят, да. Потому что часто, конечно, многие музеи закупают, это нормальная мировая практика, но музею городу не так много лет, 10 лет, поэтому, скажем так, у жителей есть потребность преподнести что-то музею, и они говорят, как жалко, что раньше такого музея не было. Поэтому мы буквально каждый день принимаем предметы, 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 описываем их, это огромная работа и общение с людьми, и описание. Скажите, а к молодым фотографам присматриваетесь? Конечно, мы делаем всевозможные выставки как профессиональных фотографов, так и любителей, и очень отрадно, что среди молодежи есть тоже люди, которые не просто, скажем так, увлекаются, ну, либо зарабатывают на фотографии, да, есть очень много молодых людей, которые себя развивают, их очень много в городе Гомеля, поэтому мы опять-таки такие проводники, да, мы знаем почти всех фотографов, которые были, очень многих, которые и после войны здесь жили, работали, которые там 80-е, а годы 90-е и сегодня, да, поэтому мы открыты к диалогу, кстати говоря, молодые фотографы, если вы хотите о себе заявить, пожалуйста, обращайтесь к нам, да, мы составляем график как раз-таки сейчас на будущий год, и мы всегда с большим удовольствием открываем имена, у нас уже очень много было проектов, когда впервые первая персональная выставка состоялась у нас в музее, и это, скажем так, такой дал толчок молодым фотографам, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы к нам фонды стекались, фотографии, фотоработы людей, которые уже давно заявили о себе, и молодых фотографов, конечно, поэтому мы такой живой музей. Не скромничайте, вы выходите и на международный уровень. Конечно, да, безусловно. Кстати, друзья, с нами на связи наш гость из Кишинева, выставка, которая, кстати, проходит сейчас в стенах вашего музея, это известный в Молдове фотограф Дан Гуцу, сейчас он должен появиться у нас на экране, его выставка проходит сейчас в нашем городе. Дан, рады приветствовать тебя в нашем эфире, добрый вечер. Спасибо за приглашение, очень приятно. Дан, расскажи, какая основная идея фотовыставки «Молдова. Страна и люди»? Идея выставки? Ну, идея выставки – показать Молдову, такую Молдову, которую я увидел за последние лет 13-14, сколько я занимаюсь фотографией, как я увидел ее своими глазами, своими фотоаппаратами. Там, в выставке, я постарался сделать подборку фотографий, которые показывали бы и пейзажи Молдовы, и людей Молдовы, разные места, разные города, села. Как-то вот так вот. Дан, скажи, а как ты познакомился с гомельскими представителями, с музеем фотографий? Кто на кого вышел? Познакомились. Познакомились благодаря моему хорошему другу Алексею Ведрашку, скульптору из Молдовы. Он нас познакомил, мы обсуждали, как сделать выставку, когда ее проводить. И она переносилась из-за пандемии. Но, слава богу, у нас выставка состоялась, и сейчас ее можно посмотреть. Да, но еще такой вопрос. Начал фотографировать ты достаточно рано. Расскажи, вот как фотография появилась в твоей жизни, с чего началась? Начал фотографировать я, когда был на первом курсе в колледже, я учился в колледже на программиста. Ну, когда было около 17 лет, по-моему. Я понял, что программирование и работа программиста меня не устраивает, я не хочу этим заниматься, я не могу сидеть целый день у компьютера. Я хотел быть в разных местах, видеть разных людей, знакомиться, чувствовать себя в разных ситуациях. Поэтому я тогда искал, чем заняться другим. И так получилось, что фотография мне была ближе всего к тому, что я хотел делать в будущем. Скажи, сейчас очень много стилей и направлений в фотоискусстве. В каком жанре предпочитаешь работать ты сейчас? На данный момент я предпочитаю работать в жанре документальной фотографии, репортажной фотографии. Но, конечно же, когда я начинал только первые годы, я снимал в разных жанрах и свадьбы, и студийной съемки, и предметной съемки. Ну, я пробовал все, но остановился на документальной фотографии, потому что именно этот жанр мне позволяет быть в разных местах, видеть разных людей, общаться с разными людьми, знакомиться и проводить интересно свое время. Отлично. Скажи, а вот по образованию ты режиссер, режиссер кино. Вот образование в фотоотделе режиссерское как-то помогает тебе? Режиссерское образование, конечно, оно изменило многое. Не только фотографии, но и во всем видении жизни, искусства, творчества, всего. Я и поступил в Академию искусств благодаря тому, что начал заниматься фотографией. И я продолжил учиться, я закончил и режиссер анимационного кино, и на данный момент я еще и преподаю в Академии искусств фотографии. Поэтому, да, кафедра изменила многое в профессиональной и личной жизни тоже. Да, на твой взгляд, от чего зависит успех того или иного снимка? Успех в фотографии? Ну, успех, наверное, в фотографии так же, как и в любом другом ремесле. Нужно трудиться, нужно любить это дело, нужно этим заниматься. И если ты будешь постоянно это делать и стремиться к чему-то, то, наверное, успех будет. И неважно, это фотография, медицина, туризм, летчик, авиация, да все что угодно в любом ремесле. И мне нужны эти качества, и тогда будет успех. Отлично. Скажи, а как ты относишься к тому, что современные виды искусств, вот селфи, везде кругом все дела селфи? Твое отношение к этому? Можно считать это фотографией? Селфи? Ну, селфи это, на мой взгляд, современное явление. Сейчас у каждого человека в кармане есть и свой фотоаппарат в телефоне или в любом другом устройстве. Все фотографируют, все всегда фотографируют, что едят, где путешествуют, куда идут. Это точно. Да, в современном мире это и есть, и поэтому, не знаю, селфи, мне кажется, просто... Это не искусство. Что-то из современности фотографии. Но я бы не назвал это фотографией, творчеством или еще как-то. Это просто такая тенденция. Не знаю, никак не отношусь. Я не делаю селфи. Разве что, может быть, иногда с семьей, когда хотим делать фотографию с женой и сыном, но некому сфотографировать. А так... Да, когда некому. Вместо так было. Отлично. Дан, спасибо тебе огромное за твое творчество. Обязательно будем ждать тебя в гости в Гомель лично. Так что приезжай. И вам спасибо. Спасибо за то, что пригласили. Спасибо за выставку. Надеюсь, выставка вам понравилась. И надеюсь, когда-нибудь и получится посетить ваш город, музей. И, может быть, с новыми выставками, с новыми фотографиями. До свидания. Хорошего вечера. Спасибо огромное. С нами на связи был наш гость из Кишинева. Известный в Молдове фотограф Дан Гуцу. Напомню, что его выставка «Молдова. Страна и люди» сейчас проходит в стенах музея истории печати и фотографий. Так что спешите видеть. Кстати, многие ли приходят посмотреть на выставку и что говорят? Ира, наверное, может. Ирина. Конечно, люди приходят. Вы именно эту выставку имеете в виду? Конечно. Ну, очень много людей говорят о том, что очень грустно показана Молдова. Потому что есть люди, которые приходят, говорят, я прожила в Молдове, допустим, лет 20. Он говорит, я видел ее с другой стороны. И как-то говорит, что если пойти по улицам в других городах, ну, точнее других странах, то можно тоже показать и грусть, и печаль. То есть, допустим, люди хотят видеть более радостную Молдову. Для них это был шок. Вот. Ну, ходят, смотрят. Ну, я когда посмотрел выставку, там немало и забавных, радостных, позитивных снимков. Да, да, абсолютно верно. Очень часто, кстати, они обращают внимание о том, что, казалось бы, такое обычное фото там было, помните, женщина и стиральная машина, вот когда заливает. Да, да, да. Казалось бы, вот оно, век технологий, вот оно уже стиральная машина, но опять же проблемы с водой. Вот. И там очень много таких моментов. Ну, да, это нестандартное решение. То есть, людям, в принципе, нравится смотреть, приходят с удовольствием. И говорят о том, что будем советовать, чтобы приходили другие люди. То есть, ничего плохого по этому поводу никто не говорит, ни в коем случае. Насколько мне известно, то, скажем так, работа и ежедневная деятельность Музея истории печати и фотографии только экспонатами и выставками не ограничивается. Вы ведете активную работу. Ну, я уже в силу того, что остается очень мало времени на окончании эфира, не буду затрагивать ваши выездные проекты. Давайте остановимся, например, на мастер-классах. Вот про один мастер-класс вот с этим таинственным словом, с этим таинственным стеклом мы уже немножко поговорили. Расскажите, какая работа ведется в этом направлении, в направлении мастер-классов? Кто туда приглашается? Как вам попасть? И о чем там можно узнать? Ну, вообще, я, наверное, хочу сказать, что изначально, когда мы открывали этот объект, была такая задача не просто сделать выставки, не просто сделать постоянную экспозицию, а объект должен жить. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы делать мастер-класс и приглашать туда профессионалов со всего мира. Вот 5 сентября у нас состоится мастер-класс по пленочной фотографии. Его будут проводить Вячеслав Бахметов и Алексей Карасев. Приходите, пожалуйста, все этапы там будут рассказаны, показаны. У них все получится. Они попробуют сами сделать, и у них будет такая возможность. Поэтому смотрите за нашими афишами, мы открыто, опять-таки, предлагайте. Может быть, у кого-то есть какие-то идеи, мы рассмотрим их и также проведем у себя на базе всевозможных мастер-классов, встречи с фотографами. Мы постоянно, постоянно, у нас какая-то работа ведется в этом направлении. То, что касается развития фотоискусства, Вячеслав, наверное, вопрос скорее к вам, как к фотографу, как к человеку, который не только изучает технологии, но и историю. Как вы думаете, придет ли тот период, когда современные цифровые технологии вытеснят старую добрую пленку, старую добрую бумагу, реактивы, про которые мы сегодня говорили? Я понял. Вы понимаете, что вот о чем речь? Дело в том, что если бы была фотография цифровая, то нечего было бы музею хранить. Понимаете, хранятся именно отпечатки, хранятся тактильные вещи, осязаемые, отпечатки, негативы, стекла. Понимаете, то есть это надо все сделать, чтобы оно уже появилось. То есть виртуальное нечего хранить. А здесь живет душа. Да, здесь живет вот труд, душа, что-то затраченное, понимаете. Поэтому это и хранится. Я, конечно, думаю, что с развитием технологии будет что-то и цифровое тоже. Возможно, появится, они есть сейчас эти музеи, как их называют, цифровые эти. Виртуальные. Виртуальные, вот, да, спасибо. Да, то есть это есть, понятно, да. Но насколько это будет сохраняться, мы не знаем. Мы знаем, что вот 150 лет это сохранилось назад, оно есть живое. И эти есть вещи, и вот эти фотографии, видите, сколько им лет, там на них есть дата. Да, они прекрасны. Первый коллективный снимок, датированный 1903 годом, но это... Там, где больше тысячи человек, да? Это просто шедевр. Знаете, что его даже... И хранится он в Гомеле. Даже цифровую фотографию такую сделать довольно сложно. Естественно, это можно, но так, чтобы было настолько качественно каждое лицо, чтобы не было вот этого, никакого-то смазок, чтобы это было реально видно, чтобы можно... Это тоже сложно. Там, потому что объектив большой, на самом деле. Юлия, завершается эфир, и хотелось бы еще буквально коротко, но емко рассказать о том, что ваш музей постоянно готов удивлять своих зрителей. Осенний зимний сезон не за горами, начало учебного года, начало всех сезонов. Расскажите, что подготовили интересного гомельчанам, гостям нашего города? Я буквально расскажу о следующих двух проектах. У нас на Музее печати и фотографии мы в сентябре, буквально восьмого, у нас состоится открытие выставки работ Еленки Данкбровой «Свет и тени». Это тоже член союза фотографов, она руководитель секции двух, да? У нас на Музее фотографии мы тоже в сентябре откроем такой выставочный проект. Он организован совместно с... Есть такой, вы знаете, в Инстаграм проект «Белорусский семейный альбом». Там «Кола життя Беларуса». Это будет такая выставка, которая будет показывать все життя Беларуса, зарозные периоды, однороджение да скону. Это вельми тековой проект, который допоможет каждому беларусу прийти, подумать, что я, кто я, як я живу, як пройдя далей мое життя и так далее. Вот эти два проекта будут у нас у веросни. Мне хочется сказать вам огромное спасибо за то, что этот вечер вы провели в нашей компании, в компании «Доброго вечера» и за просто уникальнейшие, интереснейшие рассказы и за то, что не только рассказали, но и мне дали возможность прикоснуться вот к истории, в которой хранится душа, душа нашего города, душа нашей области. Ну, это дорогого стоит. Поэтому я благодарю вас за участие в нашей программе, благодарю, друзья, и вас за то, что этот вечер провели вместе с нами. Напомню, что завтра будет новый вечер, безусловно, он будет добрым. А на сегодня все. Удачи вам, пока. Субтитры подогнал «Симон»!